Сервис Visor.me, который, к сожалению, сократил тарифные планы и стало немножко грустно мне от этого. Давно я сюда не заходила. Ну вот моя ссылочка. Даю вам ссылку на блог, потому что у этого сервиса пропала возможность создавать публичные ссылки. Как здесь все работает? Здесь есть возможность создавать так называемые рабочие листы. Что это такое? Ну, может быть, вы работали, уже знаете, что это представляет собой. Это вот некий такой действительно лист виртуальный, на котором расположены задания, которые нужно выполнить учащимся, кому вы предлагаете эти задания. Можно там любой набор заданий в любом порядке. Но если мы хотим именно видео, чтобы у нас было, то порядок будет такой. Сначала загружаем видеоролик, а потом к нему следом прикрепляем задание. Сначала посмотрел, потом ответил. Вот так это работает. Вот у меня, пожалуйста, ссылочка такая. Итак, давайте посмотрим. Я тоже давненько не заходила. Зашла и поразилась, что я не могу найти кнопки, которые раньше нажимала. Но давайте все по порядку. Итак, заходим, регистрируемся. Нажимаем на кнопку Create Worksheet. Создать рабочий лист. Заходим внутрь. Выбираем шаблон. Здесь очень все красиво. Вот здесь как раз ориентировано на школьника. И на начальную школу, и на среднее звено. Потому что здесь все очень красиво оформлено. Право дизайнером. Тут шарики, и цветочки, и фонарики. Все, что заходим. И в клеточку, и в линейку. Все, что угодно. Выбираем шаблон. А дальше получаем такой чистый лист, на который начинаем добавлять интерактивность. И вот они в красной рамке у меня здесь выделены. В 18 штуках. Давайте я опять оглашу весь список, что здесь можно добавлять. Открытый вопрос. Викторина с выбором вопроса. Вернее, ответов. Дальше. Текст с пропусками. Вставь пропуски. Интересная игра. Подпиши на картинке. То есть там появляются какие-то... Картинка появляется, на которой нужно подписать объекты. Вот я вам ссылочку дала. Там нужно подписать героев пылин. Дальше. Мэтчинг. Это у нас задание на составление пар. Заполнение таблицы. Сортировка. Рисование. Можно рисовать. Текст. Дальше уже пошли кнопочки. Уже не столько интерактивные, сколько блоки информационные. Добавление текста, картинки, видео, гиперссылки, встраиваемого объекта. Можно сюда добавить любой материал из других сервисов. Например, из Ленинепс викторину добавить. Какую-то презентацию вставить. Возможность организовать дискуссию. Получить рефлексию. Рефлексион. Здесь есть пазл из слов. Можно внутрь одного рабочего листа загрузить другой рабочий лист. Все опции, как вы видите, открыты. Они не премиальные. То есть их можно без ограничений использовать. И в тарифном плане прописано, что никаких ограничений по интерактивностям нет. Но когда мы работаем, когда мы создаем, мы получаем ссылку. Но эту ссылку могут просмотреть только зарегистрированные в сервисе. То есть она для внутреннего употребления, что называется. И ученикам, которые будут работать, тоже придется зарегистрироваться. Создавать классы здесь нельзя. Вернее, можно, но это платно. Поэтому выход какой? Ученики регистрируются. И вы просто по именам и фамилиям в своем личном кабинете отсматриваете, кто как отвечал. Вот такая статистика здесь будет. А вот отдельно класс, к сожалению, это платная опция. Давайте я вам покажу просто несколько интерактивностей. Вот, пожалуйста, fill on an image. Вот так это выглядит. То есть поля нужно вписать в правильный ответ вручную. Делается очень просто. Загружаем картинку, прикрепляем интерактивные такие меточки, вписываем правильный вариант. Ну, а участники потом уже самостоятельно его будут вписывать, а сервис автоматом проверит, правильно или неправильно. Дальше. Что у нас здесь еще есть? Сортировка. Игра на сортировку. Вот так выглядит конструктор. Задаем задание. Можно добавить описание. Здесь появилась опция добавления голосом. Например, вы можете, ну, если вам не хочется текстом это писать, можете наговорить голосом, подключить микрофон. Ну, дальше мы прописываем, кого куда распределять. Сервис все перемешает, а участники будут в разные категории названные вами объекты распределять. Нам нужно прописать, кстати, сразу правильный вариант, а сервис потом все перемешает. Дальше. Множественный выбор – это побочная викторина. Вопрос, варианты ответов отмечаем галочкой «Верный». Опять-таки, есть возможность добавления голосовой озвучки. То есть вы можете вопрос начитать на микрофон. То же самое касается и игры «Вставь пропущенное слово». Нам нужно вписать текст, пропущенное слово выделить, нажать на кнопку «Blank it», чтобы сервис понял, что именно это слово нужно вставить, ну и сохранить все. В итоге участник получит задание с пропущенным окошечком, куда можно вставлять слова. Вот. Игра «Найди пару». Она очень знакомая, но здесь реализована очень красиво. Если вы по ссылочке перейдете, там такие красивые шнурочки появляются, которые соединяют слова между собой. Точно так же мы создаем правильную пару, ну а сервис в итоге нам все перемешивает. Конструктор, как вы видите, друг на друга очень похож. Табличка. Такая же история. Задаем количество граф, количество строчек, вписываем правильный вариант. Ну а сервис все перемешивает. В итоге мы получаем готовый наш рабочий лист. Я рабочий лист встроила в блок. У меня есть такой блок «Песочница», куда я вставляю для демонстрации какие-то объекты. Поэтому ссылка здесь для внутреннего пользования. Если бы я вам еще в чат добавила, вы бы не смогли ее открыть без регистрации. А если встроить вот это все на сайт и в блок, то все отлично открывается и все отлично работает. Поэтому такое хитрое жульство я нашла, что можно встраивать куда-либо, создать какую-нибудь веб-страницу, туда встроить и работать с рабочим листом. И еще я нашла хорошее хитрое жульство. Есть возможность распечатать этот рабочий лист. Это хороший вариант. Вы можете скачать в формате PDF, естественно, без видеоролика. Но все задания там сохраняются. Ну, вот текстовые я имею в виду. Вы распечатаете это как PDF-файлы, раздадите ученикам на уроке, видео покажете им на доске, а дальше дадите им рабочие листы, пусть они их заполняют. А вы соберете и все проверите. Вот так можно выйти из ситуации. Если вы не хотите, чтобы у вас ученики где-то регистрировались, там работали, а прямо на уроке, здесь и сейчас, есть возможность использовать печатный вариант рабочего листа. Вот такая хитрость небольшая для учителей.